Афганистан И социально-политическое Будет зависеть вообще Расклад в мире Соотношение сил Потому что Афганистан И Пакистан Являются той площадкой Где сейчас Идут процессы Очень серьезной конфронтации Различных государств За геостратегическое превосходство От этого же зависит Успех Обамы Если он проигрывает В Афганистане А такая вероятность вполне возможна И американцы оттуда бегут Как в свое время лежали Из Вьетнама То он теряет Весь набранный рейтинг И вообще тогда ситуация Непонятная становится В мире Тогда вся концепция однополярного мира Превосходство Америки, она рушится Вторая ситуация В Иране, потому что Иран Ведет себя дерзко Мировое сообщество Ничего не может с ним сделать Непонятно Есть у них уже атомная бомба Нет у них атомной бомбы Нанесет упреждающий удар Израиль или Соединенные Штаты По объектам Ирана Или не нанесет И ситуация может Раскручиваться Совершенно неожиданно Неожиданно Спонтанно По принципу Дубино Третья ситуация Конечно Это всемирный Глобальный Финансово-экономический кризис По мнению большинства Крупных экономистов Кризис не закончился Возможно вторая его волна Которая будет Еще более разрушительна Чем первая И самое плохое Что эти разрушительные Последствия Они могут Самым негативным образом Сказаться на экономике России А значит и на Социальной ситуации В России Следующей будет Проблема криминальная Потому что Криминальные проблемы Всегда имеют Отложенный эффект И мы можем В результате Экономического кризиса Получить криминальный кризис Четвертое Ожидаемое событие Это реформа МВД И наверное в целом Всех правоохранительных органов Ситуация С одной стороны Искусственно Раскачивается Потому что Всегда В органах внутренних дел Совершались Те или иные Правонарушения Сейчас просто Все это так обострено Особенно после Стрельбы Евсюкова Полубезумного С другой стороны И объективно Ситуация Выглядит Очень Нелицеприятно За прошлый год Работники милиции Совершили Более пяти тысяч Преступлений Две трети из которых Факты коррупции Злоупотребления Служебного положения И свыше ста тысяч Нарушений Законности Которые на грани Преступлений Получается Что у нас Каждый десятый Работник милиции Нарушил закон И это только из того Что зафиксировано Поэтому реформа Необходима Но главное Чтобы она была Той реформой Которая реально Могла бы изменить ситуацию Но к сожалению Сейчас реформа Или то Что называют реформой Сводится Внешним структурным Изменением Там сокращением Каких-то главках Которую И не надо сокращать Либо переименование Милиции в полицию Либо децентрализация Я считаю Что все это ерунда Это игра Такие фантики Если не будет Внутреннего изменения Содержания Ситуации Значит это будет Псевдореформа